привет мои дорогие подписчики и участники группы в этом подкасте хотела бы поговорить об очень многом видимо накопились у меня мыслей и буду с вами делиться первое что я должна вам сказать что я улетаю на две недели и видео не будут выходить 16 сентября самолет екатеринбург дубай мчить меня на теплый берег моря обратно я прилетаю вечером 29 надеюсь что вы меня дождетесь и соскучитесь а я с новыми силами с отличным настроением продолжу прохождение резиденты в уфа также продолжится текущие летсплеи по 72 74 и зену гирс были ко мне вопросы зачем я их записываю sims нравится многим моим подписчикам ради них и записываю один гирс во первых и люблю сама и жанр rpg у него есть свои фанаты и поклонники если вы таким не относитесь это просто пропускайте этот летсплей еще отвечу на вопрос зачем я записываю всякое старье с ужасающей графикой когда так много классных новых игр друзья мои я записываю то что хочу сама не заморачиваюсь совершенно на графике понимаете ведь не только красивая картинка имеет ценность в игре многие игры я записываю именно по просьбе подписчиков значит есть среди вас те кто хотел бы увидеть именно эту игру на моем канале просьбах на прохождение как вы знаете я стараюсь идти вам навстречу откликаюсь и просьб очень много понимаю что вам хочется увидите любимую игру поверьте я стараюсь я за нашел список игры чтобы ничего не забыть но записать их все просто нереально не буду делать никаких опросов контакте потому что мне самой хочется выбрать игру и записывать по настроению не хочу чтобы это был какой-то какой-то обязанностью потому что в таком случае я начинаю нудно комментировать а это обесценивает летсплей и еще хотелось бы мне вернуться к играм дэнди и sega я совсем забросила этот раздел на канале я постараюсь в будущем все-таки выделить какое-то определенное время и обновить эти плейлисты практически все игры сейчас я записываю вслепую это не блеф не способ прикрыть любизм свой понимаю что было бы гораздо лучше проходить сначала узнавать игру потом уже на запись но это займет как минимум наверно в два раза больше времени игры будут выходить реже если вы предпочтете такой вариант то напишите мне в комментариях и я приму решение именно из-за слепого прохождения я выбираю легкие уровни сложности он и делается для первого знакомства с игрой видео я записываю немного заранее потому что не всегда есть возможность и чтобы серии выходили регулярно делаю небольшой запас поэтому когда мне пишут комментарии с советами по прохождению в следующей серии и якобы не прислушалась получаются такие нелепые ситуации и еще комментарии с подсказками и советами старым летсплеем они так скажем уже не своевременные игра давно записана и пройдена писать какую кнопку я там должна была нажать уже как-то бессмысленно по поводу планов боюсь вас ориентировать надолго вдруг что-то у меня изменится поэтому в конце каждого месяца смотрите анонс на данный момент я буду проходить resident evil 4 плюс компанию за аду еще возникают вопросы про кооператив куда такой наболевший у меня вопрос часто поступают очень предложения на которые я отвечаю отказом я уже говорила в подкастах что отказываюсь по причине организации мне сложно находить общее время и прочее были мысли не скрою писать и кооператив например резидента 5 или 6 но скорее всего я приду соло единственный кооператив не успеет нет желания продолжать начиналось все в шутку типа а давай запишем поржем а давай в итоге вот спой завис серии выходят с огромным перерывом качество звука ужасное и приняли игру плохо возможно я этот вот спой заморожу а теперь вопросах и личного характера поет все рекорды а сколько тебе лет не надо спрашивать я не буду отвечать на этот вопрос и не потому что я стесняюсь или как один мне написал что скрывают свой возраст женщины за 30 я не хочу чтобы вы мои личные данные связывали с видео ведь знание моего возраста она никак не отражается на прохождение это ничего не меняет я хочу чтобы каждый воспринимал и представлял меня по-своему поэтому тут же рассмотрим и следующий вопрос почему ты не показываешь себя или там не снимаешь видео с вебкой ну я же не в конкурсе красоты участвую зачем мне показывать себя я занимаюсь прохождениями и моя внешность опять же не имеет значения что я не хочу чтобы вы составили для себя какой-то там стереотипы и чтобы это не влияло на ваше восприятие моих видео также вы интересовались чем я еще увлекаюсь и чем я еще занимаюсь основное время я работаю то я работаю со 17 лет сейчас я работаю оператором пока научно-практическом медицинском центре чем работа с базой данных а первая моя работа была в рекламном агентстве я работал помощником художника оформителя еще наверное лет в 15 я очень много рисовала рисовала карандашом потом забросила как то и даже мечтала стать мультипликатором хотя мультики рисовать то же самое было со стихами давно забросила эту тему да ну было такое да писала еще я ходила на курсы массажистов закончила могу сделать неплохой массаж и закончила курсы парикмахеров также могу и подстричь подумывала еще о курсах визажистов или фотографов мне тоже это интересно пока что то все откладываю занималась фотошопом раньше так частенько вот сейчас меньше а раньше постоянно сидела фотошопе делала смешные картинки для себя и друзей делала слайд-шоу с этого и началось мое увлечение видеомонтажом я делала такие видео с отпуска поздравления кому-нибудь и даже делала слайд-шоу про своего кота все люблю животных особенно кошек хотя у меня дома были и попугайчики и рыбки и кошки и собаки но сейчас вот меня живет котенок ему полгода беспородный зовут хосе и не спрашивайте почему хосе я не знаю просто прикольная кличка которую я сама придумала выбрала ну и хобби основное сейчас это летсплей ему и посвящаю много времени следующее что хотела бы рассказать что сейчас нахожусь на стадии размышлений меняю сам подход к летсплею все обдумываю и надеюсь что следующие видео порадуют вас больше я буду работать над качеством именно самого процесса и комментариев вспоминаю какие видео я записывала в самом начале же жуть понятия не имела что говорить как говорите жутко стеснялась и писала голос гарнитурой по-хорошему все эти видео надо удалить и перепрыти но я не буду в общем надеюсь двигаться вперед и развиваться во многом именно вы меня стимулируете к этому хочу сказать огромное спасибо тем кто недавно присоединился добро пожаловать рада каждому из вас и от всей души искренне хочу поблагодарить тех кто давно со мной спасибо вам за постоянство за преданность за поддержку спасибо тем кто смотрит видео и оставляет комментарии ставит лайки для меня это не просто статистика это мощный толчок для того чтобы идти дальше продолжайте стараться это желание делать что-то новое это мой двигатель и если я радую вас своими видео то вы в свою очередь дарите мне позитив хорошее настроение поэтому не забывайте оценивать видео мне это важно для меня это имеет значение если это дислайк то хотелось бы комментарий какое-то обоснование за что почему конструктивную критику а не просто оскорбление думайте всегда что вы пишете ведь это больше характеризует вас чем меня еще не забывайте про группу вконтакте я там частенько онлайн общаться там удобнее чем в комментариях на ю тубе я всем отвечаю и даже с некоторыми завязалась на дружеская переписка отдельно хочу сказать спасибо вики ты поддерживаешь меня когда грустно выслушиваешь мои жалобы и большое тебе спасибо за твои выпуски sims который приносит мне столько позитива смотрю с удовольствием также отдельное спасибо вир вольфу то что терпеливо отвечаешь на все мои вопросы я уважаю очень труд и ребята думаю вам стоит взглянуть на его канал человек вкладывает много сил именно в качество своего контента проходит игры на высокой сложности ссылку на канал я дам в описании поскольку очень часто задают вопросы как и чем записываю я подумываю создать в группе тему советы начинающим летсплейщикам там и будем все это обсуждать также не забывайте что в теме технические вопросы перечислены программы и есть характеристики моего пока по программам которыми я сама пользуюсь есть видео уроки не забывайте и про этот плейлист и еще о том когда я все успеваю сама иногда удивляюсь но я грамотно распределяю свое время я частенько занимаюсь одновременно сразу несколькими делами могу например в интернете искать какую-то информацию тут же у меня монтируется видео я жду тут же могу что нибудь писать но в общем вот в таком духе поэтому видимо и не знаю поэтому видимо успеваю ну пожалуй наверное это все если что-то забыла то расскажу в следующем подкасте и если у вас остались ко мне какие-то вопросы или появились новые пишите скоро будем праздновать 5000 подписчиков на канале здесь бы я включила песню артура пирожкова я звезда как хорошо быть звездой но это нарушит авторские права до большая наша дружная теплая компания еще раз всех вас благодарю за внимание за понимание за поддержку меня и до скорой встречи с вами была не агара всем пока